Итак, всем привет, с вами Сад Машика, и сегодня у меня для вас новости на 24 число первого месяца 2019 года. Кое-что произошло прямо внутри игры, поэтому давайте прямо приступим. Ход фикс 24.2.10 у нас вышел буквально вчера, и там были замечены интересные бафы. Наконец-то разработчики добрались до мода Магнус. Раньше он увеличивал на 66% урон, но уменьшал точность на 33%, теперь же увеличивает до 165% урон, но снижает точность до 55%. Поэтому, скорее всего, Магнус мы будем встречать в билдах настолько же чаще, насколько и увеличенный наш калибрик, который мы ставим в основное оружие. Но, в любом случае, думайте, смотрите сами, хотите вы менять или нет. Мод падает с хранилищ в руинах Оракин. Излучение жизни Аура также получило довольно солидный баф. Раньше этот мод, он прибавлял 18% от максимального хп. Теперь же 90% на максимальном ранге. Но при этом стоит не учитывать и повторить вам, что эта прибавка хп идет от хп фрэма без учета бонуса за 30 ранг. Поэтому, немного не совсем колоссальная цифра, но в любом случае, 4 нара со сумбра модами и совместным течением, думаю, порадуют взгляд любого ветерана, да и вообще удивят любого человека. В любом случае, пробуйте бегать и смотрите, как вам эта обновка. По поводу других нововведений, так это теперь можно надевать разрушительное растяжение на Укукор. Также интересная была такая заметочка, это то, что мимики научились превращаться в новые ящики корпуса. Новые ящики придумали для ремастера Газового города, да и разрабы явно не просто так решили запариться сделать это сейчас, а не когда-то там было, а не потом. Поэтому, скорее всего, мимики станут обычными врагами, которых мы сможем встречать в ремастере Газового города, а не только в квесте станут, наконец-то, полноценными противниками. Также, пока раз кораблей теперь не ломается во время загрузки на эмиссию, можно использовать сканер-оператором. Ещё интересное нововведение, теперь можно залезать на канат, только если вы в двух метрах от этого каната находитесь. Поэтому, если вы где-то что-то копаете и, оп, оказываетесь на канате, такого, по идее, быть больше не должно. И другие были фиксы, но они были уже менее интересными. К слову, в красном тексте данного хотфикса была подсказка на то, что будет молчание разрабов в преддверии возврата колитов, то есть послушников стакера. И это подтверждается сделанным ранее заявлением Ребекки о том, что разрабы хотят вернуть колитов как можно скорее. Поэтому следите за всем этим делом, не знаю точно, в конце января, либо в начале февраля вернутся, но в любом случае, довольно скоро мы сможем пощупать за всякое. По другим новостям, так это Пабло показал нам, собственно, на обновленную торговлю, которую нам показали еще на прошлом Дэвстриме, а именно 6 слотов уже имеется, сделаны также упрощения при выборе нескольких вещей в разные слоты и показали тему корпуса интерфейсов в действии. При этом было подтверждено, что все-таки в один слот будет помещаться только один примет и нельзя будет одинаковых несколько приметов поместить в один слот, поэтому по одной рыбке передавать все еще пойдется, либо по одному релику. Из других новостей, так это Свич наконец-то получил возможность покупать доступ Мисс Ипрам, однако альтернативный шлем дадут тем, кто купил, как только выйдет Фортуна, поэтому придется, ребята, с этим делом немного обождать. Также маленькое напоминание, Прайм Тайм должен прийти в ночь с четверга на пятницу в 3 часа ночи по МСК с все еще неизвестным твичдропом, поэтому если что, приглядывайтесь, возможно, ночка будет долгая. Также разработчики помнят о том обещании сделать особое видео при достижении 5 из 100 тысяч подписчиков на туб-канале, которые не сделали данным давно, официальный комментарий гласит то, что однажды займутся разрабы, но пока что заняты как никогда. С одной стороны, конечно, немного грустно, так как все-таки уже долго ждем, с другой стороны, наверное, это хорошо, потому что разрабы заняты клипанием нового контента, надеюсь, а не клипанием какого-то рофла видосика, но в любом случае будем ждать, не забыли и слава богу. И также одно интересное предложение я видел на Reddit, о котором я хочу, чтобы вы мне написали в комментариях, стоит ли не стоит вообще чем-то таким людям заниматься, а именно, чтобы иконки активных бустеров отображались все сразу на экране, и не надо было бы ждать, пока каждая там по одной штучке появится и пропадет. Напишите, что думаете по этому поводу, потому что порой действительно как-то бесит, когда надо сидеть и ждать, пока оно там появится, пропадет и так далее. Хочется, чтобы сразу игрок мог посмотреть, что неактивно, а что нет. Но в любом случае, засима у меня для вас все на сегодня, поэтому будем ждать, когда там эти околиты, промтами и всякое такое пройдут, но я же откланиваюсь, поэтому всем всего, всем удачи и всем пока.